Всем привет! Сегодня мы с вами будем примерять нижнее белье. Нижнее белье для кожи. Все равно непонятно. Речь сегодня пойдет о новой тональной основе от Guerlain, которая называется Lingerie de Pou Aquanude. Как видите, не я такое название придумала. Сразу глядя на упаковку, мы видим очень много утверждений. Здесь и обогащено водой, и увлажняет, и разглаживает, делает лицо более упругим, да и вообще в принципе идеальным. В общем, SPF 20 тут тоже есть. В общем-то, многое нам с вами сегодня предстоит проверить, поэтому давайте приступать. Ну что ж, давайте посмотрим на нее поближе. Внешне я бы не сказала, что она чем-то особо примечательна. У нее достаточно обычная картонная упаковка черного цвета, очень похожа на Guerlain de Sincel, на которую мы с вами недавно тоже делали обзор. И что касается самой упаковки, то это обычный пластик, такого очень светлого персикового оттенка. Тональная основа сама по себе очень жидкая, по своей текстуре она мне чем-то напоминает Estee Lauder Double Wear Nude. И если пройтись по фактам, то у этой тональной основы 30 мл, срок годности у нее 12 месяцев после открытия, сделана она во Франции, и я себе взяла оттенок 01N Very Light. Если зайти на официальный сайт Guerlain, то главное, как они описывают эту тональную основу, что это эффект второй кожи, абсолютно она незаметно ложится. И как они тоже описывают это на сайте, в нее в составе есть как бы испаряющиеся эфирные масла, которые быстро покидают вашу кожу и оставляют очень тоненькую пленочку именно пигмента, который, собственно, и выравнивает общий тон вашего лица. Нам также обещают от легкого до среднего покрытия, это, в принципе, достаточно логично, мне кажется, для такой текстуры. И еще, что интересно, Guerlain говорит о том, что эта тональная основа увлажняет кожу и следит за тем, чтобы кожа была увлажненной на протяжении дня. Я, конечно же, заглянула в состав этой тональной основы, и чуть позже мы об этом поговорим. Я вам скажу, за счет какого компонента, как я думаю, как раз-таки достигается этот эффект. А теперь давайте просто наносить. Упаковка, кстати, видите, у нее тоже немножко неудачна тем, что она вот так вот плюется каждый раз после того, как я ее открываю. Ее изначально нужно взболтать, и, наверное, из-за вот этого вот как раз взболтывания она потом вот так вот немножко пытается раньше времени покинуть свою упаковку. И вот, как я вам и говорила, можете посмотреть на текстуру, она достаточно жидкая. Что же касается оттенка вот этого 01N, то мне кажется, я идеально просто подобрала себе оттенок. Я еще думала, может взять потемнее, но потом решила нет. Наверное, лучше взять посветлее, потому что в последнее время я как-то зачастилась тем, что выбираю себе более темные тональные основы, чем надо было бы. И, кстати, сразу хочу прокомментировать аромат. У тональной основы очень яркий аромат, цветочный. И, кстати, мне это, и не только мне, у меня в гостях сейчас мама, и мы с ней вместе открывали посылку, когда пришла эта тональная основа, мы смотрели ее там, обсматривали упаковку и так далее. И я когда открыла, мы вдвоем, знаете, так погрузились, как будто в Советский Союз. Вот это мне очень напомнило аромат советского парфюма. Скорее всего, за счет того, что в аромате присутствует нота розы, нота розы вообще не самая моя любимая нота в парфюмах. Обычно я ее не люблю. Здесь она еще с чем-то смешана. По-моему, с фиалкой, если я не ошибаюсь. Но, в общем-то, будьте готовы к тому, что у тональной основы очень яркий цветочный аромат. И вообще, знаете, по опыту я могу сказать, что однозначно Герлен из всех тональных основ и вообще марок, в принципе, которые я тестировала, больше всего добавляет отдушек в свою продукцию, потому что ни у одной другой тональной основы нет настолько ярко выраженного какого-то аромата. Конечно, в люксе очень много отдушек всегда, но, например, тот же YSL, мне кажется, чуть-чуть мягче делает отдушку. У Estée Lauder, по-моему, вообще нет отдушки. У Lauder, в принципе, есть отдушка, но далеко не такая яркая. В общем-то, абсолютно все бренды, которые сейчас мне приходят на ум, тот же Dior и прочие, вот нет настолько яркого аромата. Поэтому, если вы не фанат отдушек, в принципе, то, мне кажется, Герлен это в целом не ваша марка. Так, нанесла я ее очень тонким слоем, и однозначно могу сказать, что со своим описанием они не врут. Если бы я описывала эту тональную основу, я бы, наверное, также и сказала, что она создает эффект второй кожи. Очень тонко ложится. Действительно, я не знаю, что там конкретно из нее испаряется, но после того, как она усаживается на лицо, остается очень-очень тонюсенькая, такая как пудровая пленка. Отсюда сразу и плюсы, и минусы. Кому нравится такой немножко уже припудренный эффект после нанесения тона, то, мне кажется, для вас это будет идеальный вариант, потому что, в принципе, ее не нужно никак закреплять. Она абсолютно не липкая после нанесения, и она как будто уже сама себя закрепляет, то есть вы сразу получаете вот этот вот бархатный такой вельветовый финиш. Ну и как для кого-то это может быть плюсом, так, в принципе, сразу для кого-то может стать и минусом, как, например, для меня. Я не большой любитель именно вот такого вот вельветового финиша, я больше люблю именно такой живой, сияющий, потому что на мне это может выглядеть немножко суховато. И вот так вот, если я смотрю на себя более-менее сдалека, ну, скажем так, не поднося зеркало вот так вот, не пытаясь рассмотреть каждую свою пору, то кожа выглядит очень гладкой, бархатной, такой красивой, но если я именно вот так начинаю себя рассматривать, то я вижу, что кожа выглядит как будто немножко суховатой. Если есть какие-то шелушения, однозначно она сразу мне их подчеркивает. И вот даже учитывая тот факт, что я попыталась вывести все шелушения на носу перед тем, как снимать это видео, но в то же время я не могу сказать, что в этой зоне тон на мне лежит действительно красиво. То есть он все равно умудрился какие-то там шелушинки отыскать и немножко их подчеркнуть. И вот это, наверное, моя главная претензия к этому тону, что на мне он выглядит слегка как будто я так переборщила с пудрой, то есть можно было немножко раньше остановиться с закреплением, но я решила, что больше значит лучше и нанесла так не жалея. Также я не могу сказать, что эта тональная основа как-то особенно хорошо сглаживает текстуру. Кстати, на сайте у них написано, что лучше перед использованием тона использовать какой-то праймер в зависимости от того, какой вам нужен. Если вам нужен увлажняющий, вы пользуетесь увлажняющим. Если вам нужно сгладить текстуру, заполнить поры, то вы пользуетесь, соответственно, таким праймером. Я ничего сегодня не использовала, потому что не хотела создавать какие-то потенциальные конфликты на лице. Ну вот, например, если бы я делала в обычной жизни макияж, я бы 100% каким-нибудь филером бы воспользовалась в зоне носа, потому что на носу я вижу прям такие как отдельные точки, такие как поры своего рода. Из этого всего я однозначно делаю вывод, что для моего сухого типа кожи это не самый лучший вариант. Вот, например, та же Guerlaine Nessensiel мне понравилась гораздо больше. У нее тоже такой вот живой матовый финиш, но в то же время она на мне не создает вот этот припудренный эффект. Она все равно имеет такое вот как живое сияние, но в то же время нельзя сказать, что она именно сияющая. То есть она такая действительно странная. Если вы не смотрели на нее обзор, вот обязательно посмотрите, я вам под буквой А его оставлю. Покрытие в этой тональной основе, как я и сказала, от легкого до среднего. Но, честно говоря, я бы советовала только тем, кому нужно действительно легкое покрытие, кому просто нужно выровнять общий тон лица, и, может быть, совсем мельчайшие какие-то недостатки перекрыть. Если вы думаете, что вы будете наслаивать ее, то я не знаю, как это будет выглядеть откровенно, потому что по своей текстуре она все-таки немножко пудровая. И если ее наслаивать и наслаивать и наслаивать, то вполне возможно, что вам конечный результат не понравится. Мне кажется, в таком случае лучше взять просто классическую версию Lingerie de Pou. она более плотная, и она как раз-таки хорошо перекрывает. И там вот с легкого слоя можно гораздо больше всего перекрыть. Поэтому не стоит играться с вот этой, прям ее наслаивать и наслаивать и наслаивать. Лучше возьмите тогда классическую версию. И самое лучшее я приберегла наконец, такая вишенка на торте. На моем типе кожи меня больше всего поразила ее стойкость. Самый жесткий затест у нее был тогда, когда я ее нанесла с самого утра. И потом мы поехали на природу, на шашлыки, но не просто куда-нибудь в лесу, где тенек, а мы поехали к морю, где тенек отыскать было крайне проблематично. Я, конечно, сидела под зонтиком, но все равно жара была за 30 градусов. Целый день я пробыла на жаре, и когда я приехала вечером домой, посмотрела на себя в зеркало, конечно, она не выглядела прям, знаете, идеально, но в то же время она выглядела настолько хорошо, что меня это очень впечатлило. Она нигде не пересохла, и в то же время она не расплавилась и не смылась просто с моего лица, потому что, согласитесь, под жарой очень часто бывает такое, что все начинает прям течь с твоего лица. Здесь же результат был очень приличный, вот действительно она меня в этом плане прям поразила. Ну и это, наверное, все, если описывать ее так буквально в двух словах. Давайте я сейчас полностью закончу свой макияж, и вернусь к вам. Мы еще с вами немножко поговорим о составе. Макияж я полностью закончила. Кстати, вы заметили странности? На мне сегодня дофигища просто румян, и вообще нет хайлайтера. Я сегодня попыталась повторить супер модный макияж этого лета, с таким легким коричневым матовым смоки, и главный акцент здесь на румяна и на очень сочные губы. Кстати, если вам интересно в деталях посмотреть, как сделать этот макияж, он будет в инстаграме на Тина, и я вам оставлю ссылку на этот инстаграм, обязательно заходите, посмотрите. Ну ладно, мы с вами собрались не для того, чтобы обсуждать мой макияж в целом, а для того, чтобы поговорить об этой тональной основе. Давайте теперь слегка разберем ее состав. Я зашла на официальный сайт, и сразу первое, что хочу сказать, это то, что тональная основа на силиконовой основе. Первые два ингредиента, которые входят в состав, это силиконы как раз-таки, и, наверное, за счет этого она мне и меньше понравилась, потому что обычно тональная основа на силиконовой основе, мне нравится немножко меньше, чем на водной основе. Дальше у нас с вами идет вода, а вот на четвертом месте ненавистный мною спирт. Для себя я стараюсь выбирать косметику без спирта. Если вы также обращаете на это внимание, и вы против содержания спирта в составе косметики, то знайте, что он здесь есть. И вот после того, как я увидела в содержании спирт, мне, честно говоря, захотелось просто выровнять телефон из рук, и дальше даже не читать, потому что для меня этот ингредиент уже не совсем сходится с их описанием, типа тональная основа увлажняет кожу и следит за тем, чтобы на протяжении дня водный баланс не снижался и так далее. Но я все-таки не поленилась, дальше почитала. Здесь сразу после спирта идет ингредиент, который как раз-таки создает как будто защитный барьер на вашей коже, что препятствует потере влаги. Не знаю, может быть, это такой эффект одно лечим, другое калечим, потому что спирт, он как бы сушит кожу, а этот ингредиент вроде как следит за тем, чтобы увлажнение сохранялось в коже. Но если мне вам рассказать просто о моих ощущениях на лице, вот высушивает кожу или нет, я бы сказала, что скорее все же нет. Я, может быть, слегка ощущаю вот эту суховатость на лице, но в то же время нет такого эффекта, как от некоторых тональных основ, когда наносишь, и прям вообще вот такое впечатление, что у тебя кожа на глазах высыхает, начинает трескаться, и просто просить, пожалуйста, увлажни меня каким угодно способом. Здесь же ощущение очень похоже на то, что я просто нанесла тон и припудрила его. Вот если я любой, даже мой самый суперлюбимый тон нанесу и сверху припудрю, у меня будут абсолютно такие же ощущения. Поэтому из всего, что я сказала, я, наверное, могу сделать вывод, что эта тональная основа лучше всего подойдет для комбинированной кожи. На жирной коже я не знаю, как она себя поведет. Если вам нравятся силиконовые тональные основы, я вам рекомендую посмотреть какие-то другие обзоры, может быть, блогеров с жирной кожей, и тогда лучше немножко определиться. И также, если вы ищете что-то на лето, что не будет течь ручьями с вашей кожей, вполне возможно, что стоит обратить на нее внимание. Если же у вас сухая кожа, да еще и с шелушениями, то мне кажется, вам стоит держаться от нее подальше. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что вам понравился мой обзор. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И YouTube вам также рекомендует сейчас другие мои видео. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.